Привет, зритель! Давненько не снимала на эту камеру, сейчас пишу на Sony, потому что с DJI меня скидывается на планшет по Wi-Fi. Мой Кукинг и Монбанк 2 в 1! Короче, я вчера с Азона и Вайбрис забрала свои заказики. Там ещё был подарок мужу моей подруге, это специи. Слушайте, я сейчас покажу вам эти специи, может кому-то они захотятся. Артикулы на всё это я оставлю в инфобоксе и закреплённом комментарии. Как бы это не будет плохим тоном, потому что люди мне сказали, я хотела сначала, думала, чай купить, гель для душа, думаю, может лучше спросить, что конкретно надо. И мне сказали, надо паприку копчёную и молотую в порошке. Вот тут у нас срок годности 2 года, вес и дата указаны на упаковке или штрих-коде. Состав паприка копчёная, натурально копчёная паприка позволяет существенно обогатить вкус и аромат многих блюд, особенно аромат дымка. Подходит мясным блюдам, а также к печёному картофелю, рису и блюдам из овощей. Испания. Нам надо было именно испанскую. Это у нас ОООГК Опторг. У меня сейчас город Химки, кстати. Просто потолочный свет, я не загеморилась кольцевой лампой, уж простите, но я занавесила, чтобы не было вот такого прям против света. И рядом у меня ещё на старе ноутбук, который был, оказывается, совсем разряженным. Вообще много всего. Как бы я думала записать потом. Вчера я попала под дождь конкретно. Ещё будет отдельное видео. Хотела всё вместе сделать, но я делала, наверное, отдельное видео за этого рюкзака, потому что он этого достоин. Сейчас, может, чуть-чуть опущу штативчик. Короче, я попала под дождь, и я понимаю, что, видимо, от того, что джинсы было, хоть уже май, а мои кеды были насквозь мокрые. Ноги, соответственно, мокрые, и у меня практически всё было мокрое. Я, видимо, слегка простыла, потому что я сейчас, когда записала видео, так чихнула конкретно. А в начале видео даже немножко хрипело, или как-то так. В общем, тут в наборе ещё идёт ложечка мерная. Артикул оставлю в инфобоксе. Про дотто паприка флоу, пак 300 грамм. Вот такая. На что-то 200 сентр, что ли, стоил, уж не помню. Или я её путаю. Ну, короче, как-то она... Я никогда её не покупала. Я просто глянула на объём, думаю, ну, чтобы подольше человеку хватило. Второй год подряд даю какие-то специи, помимо прочего. Вот эта паприка. И эти капли, возможно, уже обозревала, а может нет. Так, а я что, купила капли... Ну да, я уже не помню, что я покупала, ладно. Там было два одинаковых картинки, но в итоге я купила капли для котят. Биовакс. Биокапли на холку для котят с двух месяцев. Четыре в одном с маслом чайного дерева и долматской ромашкой. Так, отпугивают крещей и блох, ароматизируют воздух в помещении, гигиеническое средство по уходу, отпугивают насекомых паразитами. Нет. Мне кажется, я такие уже покупала, но кошка у меня небольшого размера, и поэтому, в принципе, и хватит. И как бы на растительной основе это всё мне очень такие капли подобные нравятся. Ну, стараюсь покупать что-то такое без химикатов, чтобы просто смесь каких-нибудь эфирных масел, всё такое. И вот у меня как раз на... Ну, вот поеду ещё в июле, и на август у меня где-то так вот одна ампула на месяц действия. И хватит мне ещё, короче. Потом, может, ещё докуплю, если чё. www.vacot.ru Сайт их. Артикул тоже будет в инфобоксе. Сейчас я покажу, как это выглядит. Я, правда, считаю, что это очень, ну... Ни биологично, ни экологично. Такая большая упаковка для таких двух штучек. Ну, можно было вот уменьшить как-то. Она ещё пришла в таком состоянии, слегка. Никакого. Ну, не суть важна. Нам же именно то, что внутри важно, а не это вот. Ну, у меня в пакете лежало. Сейчас продукт в другой положу. У меня там два пакета собрано в деревню. Заодно сейчас покажу лимонную кислоту очередную. Купила я за два применения. Ну, где-то грамм 300, грамм 400 даже в последний раз положила в свой чайник китфордовский. У нас большой осадок известняка идёт от колодечной воды. Она, конечно, родниковая вода, очень чистая, мягкая. Когда пьёшь с ней, вот даже самый какой-нибудь чай, который долго в городе лежит, вообще не идёт. Там на ура идёт любой чай с этой водой. В общем, тут у нас два пакетика по 500 грамм. Это килограмм лимонная кислота. Моногидрат пищевая. Е-330. Две штуки по 500 грамм. 13-06-23-го упакованная. Чё-то она как-то очень бюджетно стоила. Это с Вайберис. Причём я занималась на днях своим любимым делом. В понедельник, как приехала на обечном из деревни, занималась я своим любимым делом. Сейчас скажу каким. Когда смотришь лимонную кислоту, допустим, на Озон и Вайберис, определённую цену, самую дешёвую находишь на Озон. Обычно на Вайберис покупают, потому что на Озон чаще всего она чуть-чуть дороже. Крайне редко бывает, что наоборот. Находишь самую дешёвую за килограмм лимонную кислоту на Озон и потом выставляешь примерную цену, допустим, от 150 до 220 за килограмм на Вайберис. И потом находишь самую дешёвую за килограмм на Вайберис. Что-то она чуть меньше 200 рублей, что ли, стоила. 190 с чем-то как-то. Там была дешевле ещё, 177, но там надо было очень долго ждать. И я боялась, что я уже уеду к тому моменту. Что-то не дождёшься. Купила вот эту вот. Тоже артикул, конечно, вот в инфобоксе. Ну и у меня тут две камеры по 195 рублей, кажется. За штуку для велосипеда. У меня там переднее колесо опять проколото, опять спустяное или что-то в этом роде. Мне кажется, сама камера такая охреновая. Я купила сразу две штуки, чтобы одна была, мало ли там ещё на подстраховку. Это у меня велосипед, который сейчас в деревне. Это тот, который я первый покупала здесь в городе. Навигатор стил или что-то в этом роде. 24 у меня этих дюймана. И на 1.95. 24 на 1.95. Мне вроде как троюродный брат и троюродный дядя пообещали. И кто-то из них поставить её. Потому что сосед, который рой на халяву принял, а помочь пообещал, но отказал в итоге, хамит. И вообще как-то не думает, что он мне чем-то нам, нашей семье, чем-то хоть чуть-чуть добяло. Ну, короче, вот как-то так. Поэтому надеюсь, что мой родственник, мой дядя, которого принято звать только по имени, мне поможет. Это уже без коробочки. Коробочка там лежит. Он был 137 рублей, кажется, за 30 грамм бочонок. Почему такой дешёвый? У него срок годности до ноября этого года. Но у меня сейчас очень быстро уходят эти бочоночки. И Кайлас Живан я купила себе. Вот думала, ну чё, сейчас июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. За 4 месяца я его уделаю только так. Ну, а если не успею делать, просто посмотрю, как он будет по консистенции, с срочным сроком годности. Тут у меня выгодный объём. Я самая, я у Я самой всегда видела только эти ватные диски, либо в лучшем случае салфеточки или палочки вот эти для ушей. Но я не знала, что у Я самой ещё существуют. Освежающие алои гель для лица и тела. Уход за кожей рук и кутикула. Лёгкий гель для лица и тела. Маска для лица или патчи. Без липкости, ощущение стянутости. Ну, тут много всего такого написано. Забота о природе, забота о себе. Не тестируется на животных. Я веган, 100% натуральная основа. Удивительно, я не знала, что вот такая фирма ещё вот что-то такое уходовую косметику выпускает. Тут 200 мл. И он что-то вообще так бюджетно стоил. Я ещё в телефоне гляну специально. Потому что я что-то так обалдела. Так. Говорят, что у меня жизнь совсем не яркая, потому что у меня нет ребёнка. Не, я не замужем. Так. У-ху-ху. Где вы тут? Заказы. Так. 75 рублей за 200 грамм. Слушайте, самый дешёвый, наверное, алоэ гель, который я когда-либо покупала. Он вот так открывается. Он там зафольгирован. Что удобно, значит, можно будет открутить крышечку. И потом, когда он будет заканчивать, выдавить его весь. Сейчас при вас вкрою, заодно узнаю, какой он тут. У меня был как-то алоэ гель, по-моему, он бериты. Ой, упала вниз. Ну ладно, потом подметать буду, найду. Он вот такой вот, хорошо вытаскивается. Гелеобразный. Ну, такой вот лёгкий гель. Приятный такой, ну, можно сказать, почти нейтральный аромат. Я, наверное, на него отзыв наставлю на Айрике. У меня на лице сегодня была сыворотка от Лалиф, которую я тут обозревала, покупала. Мне она очень нравится. И кто-то мне говорил, что надо... А, по-моему, Киса Мурлиса Ник говорила, что надо наносить крем в любом случае, даже если от крема жарко. И что после этой сыворотки надо в любом случае наносить крем сразу. Поэтому у меня из-за того, что я сразу не нанесла крем, в течение 10 минут после первого применения кожа была стянута. Но на самой сыворотке и на сайте производителя написано, что крем можно наносить или использовать эту сыворотку как основу под макияж. Ну, короче, макияж на эту сыворотку можно наносить либо крем, если хочется, не ранее, чем спустя 10 минут после нанесения сыворотки. Вот так. Так вот, у меня на лице была только эта сыворотка. И умывалась я пинкой коллагеновой от сотрудничества с Абтикой Апрель, которая случилась. Вот. Немножко липкое ощущение. Вот. Липкое ощущение есть на руках. Первый раз у меня такое с алоэ гелем. Но кожа, вид кажется такая вот прям напитанная-напитанная. Но, блин, он липкий. Люди, кто-нибудь пользовался, фирма «Я самая освежающая алоэ гель на лице и тело, интенсивное увлажнение, 95% алоэ juice, сок алоэ, cooling effect, 100% натуральной основы. Тестироваться на животных. И я веган». Пользовался кто-нибудь таким? Дайте знать коммента, пожалуйста. После вскрытия он живёт 12 месяцев. Срок-то у него где? Я что-то даже не глянула, когда его забирала на базе. Так, а, 10 октября. Он создан прошлого года. Где оно тут? Два года срок годности. Так. Ну, нормально у него ещё срок. Всё хорошо. Как-то я вообще не глянула на срок годности, когда его забирала на базе. Что-то я, видимо, была уставшая. Ну, да, я вообще хотела заняться своими делами, но у меня... На два варианта, если меня позвали в гости, сказав, что есть супчик, то, скорее всего, надо чем-то ещё помочь, и это вряд ли на 5 минут. Так же, как в сад, когда ты едешь, и хочешь свести только мусор, а там кто-то сидит, или тебе говорят, приземли вот эту штуку, годами так уже проверено. И ты думаешь, сейчас привезу и уеду, буду твои дела делать. Нифига, тебе ещё часа до два припашут. Вот он постепенно впитывается, и постепенно этот липкий эффект проходит. Но всё ещё ощущается. Не знаю, я даже не знаю, можно ли вам такое посоветовать в покупке, но я артикул оставлю в инфобоксе. Посмотрю, как он будет, ну, как кожу себя будет ощущать на лице. Утром я им там вечером промашусь. Потестирую его, я ставлю свой отзыв на Арике. Но у меня что-то такое ощущение, что я ему поставлю три звезды. Дёшево и липко. Я сейчас, Даша, наверное, тут запишу себе название для этого геля. На отзыв Арика. Дёшево и липко. Так. Там же должен быть, ну, название какое-то такое. И последнее у меня в этом обзоре, это чай. Мой любимый. Чай, элитный китайский чай. Туача. Чай-олень. Конфуций. Я давно-давно его уже не видела. Раньше покупала его в оффлайновых магазинах исключительно. И увидела на Азон, добавила закладки. Он у меня, может, год там висел периодически. И закладок пропадал был вне доступа. И, ну, на ожидании, периодически снова появлялся. И я потом уже подумала, что, блин, он сейчас как-то стоит раза в три дороже, чем когда-то я его покупала. Чем возможно. Сейчас гляну просто, чтобы уточнить на всякий случай. Да, 244 рубля. И сейчас он, наверное, не знаю, есть в наличии или нет. Но Конфуций, проверенная годами фирма, я давно с ней знакома. У них очень качественные чаи. Да, и сейчас она стоит также 244, если с картой Азон платить. Или 249, если без карты Азон платить. Осталось три штуки. Вы покупали 10.07.23. Как раз, когда приехала. В общем, чай-олень. Что хочу сказать. Чай-олень, может, надо было отдельно обозрить его. Ну, если хотите, я потом просто, может, отдельно его заварю. Чай-олень – это то, что принято называть в интернете последние лет 20, может, 20 с лишним. Ну, лет 20, допустим. В интернете и не только в офлайне. В общем, то, что называется пуэром. Зелёным пуэром это называется чай-олень. На самом деле, это чай-олень – это совсем другой сорт. Но, чтобы продать и словить лохов на каком-нибудь обычном чае, он, наверное, что только не делает. Это какой-нибудь самый парашный, среднесортный, пересушенный гуанин. Смешиваются с какими-нибудь там цукатами, содержащими кушуешек, ароматизаторов и прочей фигни. И выдают за якобы традиционный, там, древний супер, не знаю, какой-то чай элитный китайский. Во. Такая баночка. Раньше были, может, даже поменьше баночки эти оленя. А может и такие, я уж не помню. Тут что-то в пакетике будут там или нет. Ой, ёшкин кот. Раньше оно было в баночках поменьше. Утрамбовано. И без всяких вот этих пакетиков. Теперь ещё в отдельные пакетики. Тут уже так, сколько? Три я достала. Четыре. Подождите, я что-то не поняла. Четыре точи сами по себе в пакетиках. А остальные уже идут без пакетика. Вот мне интересно, может, это какой-то бонус. В общем, точи без пакетика. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать точей. Нет, двенадцать точей. И ещё четыре пакетики. Сейчас узнаем, что это. Может, это какой-то бонус, что у нас тут на самом деле. Чай с сюрпризом. Обалдеть. Ну, в принципе, раньше вот эти наборы конфуция, где-то они всегда дороже стоили. Там несколько точ было, потом связанный шарик один или два. И пакетик россыпью. Грамм пятьдесят какого-нибудь зелёного или пуэра чая. Что-то такого. Даже у луна можно было купить. В таких вот коробочках, как нижечка. И они стоили где-то вот двести-триста рублей вот так. Ну, сейчас, может, они где-то так и стоят. Да, это чай-олень. Чай-олень. У меня даже где-то есть... А, аватарка из этой вот штучки. Чай-олень. Ну, может, она чуть-чуть по-другому как-то писала. И более круглая. А чай-олень, короче, у меня есть аватарка на сервисы, где я веду блог. Правда, я очень редко сейчас туда захожу. Это тефоритник, он же LGR, Россиор. Который Миша Вербицкий создал по образу и подобию же журнала. Живого журнала. Вот у меня там есть чай-олень. Меня там всё время троллили анонимусы. Не только что я на чай-одвинутая. Вот сейчас узнаем, что тут у нас. Что нам бонусом положили? Что же тут такое? Я думала, может, тут пыр. Но тут точно такой же чай-олень. Всё, прикол, ребята. В общем, у нас тут ещё 12 и 4, 16 штучек. 16 штучек. Из них 4 почему-то в пакетиках. Чтобы заполнить вот такую баночку, могли бы использовать баночку поменьше. Люди, у них баночки поменьше закончились. Я сегодня заварю себе чай-олень. Я так давно его не пила. Он у нас, кстати, 20 марта этого года создан. До 19 марта 25 может жить. Коробочка, кстати, такая красивая, сделана. Тут написано, как это, кстати, без первого слива, как обычно пишут. Способ приготовления многократного заваривания по-китайски. Желательно использовать только очищенную воду, ну, то бишь, фильтрованную, либо родниковую. Для заваривания используются небольшие чайнички из глины или фарфора объёмом 300 мл. У меня как раз есть специальный чайничек из осинской глины, который я использую чисто для пуэра, а есть тот, который я использую для улунов, либо зелёного чая. Чайник ополаскивается кипятком для прогревания, а также для устранения сторонних запахов. Это второй уже пункт. В прогретый чайник положите 5-7 грамм сухой заварки, одну тёщу, короче, и залейте горячей водой до 95 градусов. Подождите 3-4 минуты, затем весь настой и разлейте в специальный разливной кувшин, и уже из него, по мере необходимости, маленькие чашечки или пиалы. Вот, немедленно заполните заварочный чайник кипятком, через 3-4 минуты вторая заварка к чаю готова. Обычно чайничек заваривается до 3-х раз. Приятного чай пить, я с чаем конфуц, я вот думаю, так сделаю, правда у меня нет специального кувшинчика. Ой, люди, у вас есть повод подарить мне специальный кувшинчик, чтобы с него залить, а потом разлить. Я с вами запишу этот какой-нибудь АСМРный обзор чая, или просто шепотом буду говорить, или просто такую чайную дегустацию. В общем, вот такой у меня обзор, обзор видео с рюкзаком, я сейчас запишу отдельно, потому что мне его просто тут сейчас некуда положить, он такой большой, на 40 литров, но он прошёл тест водой вместе со мной. Всем спасибо за просмотр, если хотите поддержать канал, где-то тут будет облачко. Так как я сейчас монтирую не в Малави, то облачко будет где-то, вот вообще не знаю где. Если вам лениво читать это облачко, можете тнуться в инфобокс, там есть ссылочка на поддержи Люльку, и ещё много всяких интересных ссылочек, плюс там можете узнать про то, что вы можете получить. Промокод на скидку Айва Форевер, по слову, да, промокод Айва Форевер на скидку 10% на сайте Багзраф на косметику и продукцию. 25% на скидку на БАДы и витамины ГСЛ Стор. Я их путаю вообще, может быть это ГСЛ? Сейчас я гляну, как оно вообще называется. Как я тут его писала? Да, ГЛС вообще, ГЛС, российская фирма на витамины и БАДы, там ещё всякие микроэлементы есть. 25% скидка многоразовая по промокоду тоже в инфобоксе. Скидка ещё на счёты там есть, а если вы хотите заказать, вдруг мы вырученные работы по 100% предоплате имени меня, то можете тоже туда тнуться, ну и как бы тогда знать мне комменты. Можете просто оставить какой-то коммент или запрос на какое-то видео, постараюсь его по мере возможности выполнить. Всем спасибо за просмотр и пока!